В Тверской области продолжается уборка урожая и заготовка кормов. На одном из предприятий в поселке Загородный губернатор Тверской области в среду утром ознакомился с ходом работ. Наша съемочная группа сопровождала главу региона. Сюжет с места событий смотрите прямо сейчас. По последним данным, зерновые в регионе убраны на площади более 44 тысяч гектар. Картофель на 8 тысяч гектар. Травы скошены на площади 110 тысяч гектар. Заготовлено 128 тысяч тонн сена. Кроме того, под озимой культуры вспахано порядка 12 тысяч гектар сельскохозяйственных земель. Лен вытеребли на площади более 4 тысяч гектар, что почти на 400 гектар превышает прошлогодние показатели. Только на сельхозпредприятии в поселке Загородный в 2019 году пассивные площади кормовых культур составили 2500 гектар. Из них 700 отведено под однолетние травы, 1400 под многолетние, остальное 400 гектар под кукурузу. К слову, несколько дней назад сельхозпредприятие начало ее убирать. Сегодня на ЗАО Калининском стадо составляет 2650 голов. Ежедневно на кормление необходимо 105 тонн сенажа и кукурузного силоса. Поэтому заготовка кормов для предприятия очень важная и ответственная составляющая. Главная задача – это умение работать при любой погоде. В любом случае всегда будет окно вести заготовку кормов. Главное – это делать быстро и качественно. Мы только, можно сказать, начинаем заготовку кукурузного силоса. У нас гибриды подходят по очереди, что удобно для нас. Мы специально планировали посев и выбор гибридов так, чтобы успеть убрать практически при любой погоде. Губернатор Тверской области ознакомился с ходом уборочных работ кукурузы. В нескольких метрах от поля идется заготовка кормовых культур. Весомая поддержка аграрима оказывается от региональной и федеральной власти по разным направлениям. Обновление автопарка сельскохозяйственных машин – одно из важных аспектов господдержки в АПК. Поддержка в растеневодстве, производстве семенной продукции на заготовку кормов. Второй очень важный блок – это племподдержка, потому что мы сегодня посмотрели животных. Это все племенные животные. И кроме того, наше предприятие, зал Калининска, осуществляет продажу этих животных. Другие регионы пользуются достаточно высоким спросом. Также это поддержка на приобретение новой техники. Это поддержка на строительство новых ферм и новых объектов по переработке. Ну и, конечно, это комплексная программа федеральная, устойчивая развитие сельских территорий, водоснабжения, дороги. Поэтому мы, как регион, сегодня более активно участвуем во всех программах Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Как отметил гендиректор ЗАО Калининска Александр Аватков, благодаря господдержке в этом году предприятие закупило новую технику для обработки почвы. Такие меры позволяют увеличивать производительность и качество продукции. Поддержка, конечно, всегда помощь нашему предприятию. Мы купили личные 5 тракторов. Разве это плохо? Которые хорошо работают и обрабатывают нашу почву. Благодаря мы вырастили хороший урожай, мы произвели за 6 месяцев плюс 500 тонн молока и продолжаем рост производства. В 2019 году на развитие АПК региона в рамках государственной программы Тверской области сельское хозяйство направлено 852 миллиона рублей. В этом году при поддержке области сельхозпроизводителями региона приобретено 82 единицы машиностроительной продукции. Для улучшения жилищных условий специалистов на селе в 2019 году выделено почти 1500 квадратных метров жилья. Социальные выплаты на строительство и приобретение предоставлено 19 семьям, из них 13 молодые. Губернатор ознакомился со всеми циклами производства продукции на предприятии. Параллельно то же самое сделали ученики 9 класса 34 школы. Такие мероприятия проводятся в ЗАО «Калининская» на регулярной основе. Игорь Рудене пообщался со школьниками, в частности обсуждалась инициатива губернатора об отмене штрафов за нарушение на ЕГЭ. Ее поддержала ЗАГС Собрания Тверской области, соответствующий законопроект внесен в Госдуму.